Добро пожаловать на канал Цвет Настроения! Актриса Наталья Назарова была невероятно популярна в 70-80-х годах. Актрисе посчастливилось работать с такими мэтрами советского кинематографа, как Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Петр Тодоровский. Она была настоящей королевой эпизода. Ее вторые роли порой затмевали главных героинь фильмов. Зрителям Назарова запомнилась прежде всего по сыгранным ею ролям в фильмах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Молодая жена», «Любимая женщина-механика Гаврилова». Вместе с тем надо отметить, что Назарова к концу 80-х уже успела реализоваться в профессии, но личная жизнь актрисы как-то не задалась. Наталья еще в 19 лет вышла замуж за театроведа Вячеслава Обросова, но интересы и взгляды на жизнь у пары оказались слишком разными, и супруги вскоре расстались. Затем была череда мимолетных романов, и чем старше становилась актриса, тем чаще задумывалась о детях. Но, видимо, не судьба. А в конце 80-х карьера актрисы стремительно оборвалась. Ее звезда закатилась так же быстро, как когда-то загорелась на кинонебосводе, и виной всему стало уличное нападение, после которого Наталья Назарова уже не оправилась. На актрису напал грабитель, он ударил ее по голове тяжелым предметом, после чего на фоне травмы у нее развелась прогрессирующая шизофрения. Именно из-за душевной болезни Назарова уволили из театра и в кино больше не звали. После трагедии Наталья стала жить со старенькой мамой в однушке на окраине Москвы. Выживали на ее и мамину пенсию. Сказать, что приходилось туго, ничего не сказать. «Мы с мамой голодали, у нас не было денег. Чтобы не умереть, мы ели дешевые свиные обрезки», – признавалась Назарова. А когда родительница актрис умерла, то она осталась совсем одна, иной раз спросила милостыню на рынке. 17 марта 2022 года Наталья Назарова не стала. Она доживала свой век в полном забвении и одиночестве. А на днях стали известны жуткие подробности ухода из жизни когда-то одной из самых красивых актрис. Как оказалось, тело Натальи Назаровой две недели пролежало в ее квартире, пока соседи не забили тревогу, когда по подъезду стал распространяться жуткий запах. Вызывали сотрудников ЖЭКа, вскрыли. Она в ванной, уже с признаками разложения, повидала одна из соседок. Последний путь 72-летнюю актрису провожали только племянница и подруга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok